Обновлённый кадровый центр «Работа России» открылся в находке в этом году. Модернизированное отделение Приморского центра занятости населения посетил глава региона во время рабочего визита в муниципалитет. Здесь продумана вся система информационной клиентно-ориентированности. Здесь человек может подобрать себе работу, может получить профессию, обучение, его направят. Причём могут сопровождать в том числе и покупкой билетов и проживанием в месте обучения. Здесь есть программа, продуманная для тех ветеранов СВО, кто возвращается с зоны военных действий. Сначала там пока по болезни, с теми доплатами в краевые учреждения, которые позволяют ему как-то поднять и уровень, поднять статус. Предварительно он может получить здесь и профессию. Кроме этого, созданы и подразделения цифровых сервисов, где граждане могут подать заявление на оказание услуг с доступом к единой цифровой платформе. Новый облик, очень хорошая информационно-поисковая система, которая предлагает выбор как в регионе, так и в любом муниципальном образовании. И по всей России человек сам элементарными поисками может подобрать себе подходящую профессию, вакансию, посмотреть на заработную плату. Здесь идёт сопровождение на период обучения и в последующем по трудоустройству. Идёт знакомство с предприятиями, с выездом на место, с тем, чтобы посмотреть технологию. И уровень подготовки непосредственно самих производственных процессов, что имеет большое значение. Ну и, конечно, такие центры нужно расширять. Сейчас у нас их три. Вот в этом году ещё откроются в Арсении Хоролев-Чугуевке. И на следующий год 17 таких центров будет по территории Приморского края. На модернизацию кадрового центра, который обслуживает жителей Находки и Фокина, было направлено около 36 миллионов рублей из краевого бюджета. Средства пошли на капитальный ремонт и оснащение. В этот же день губернатор Приморья побывал в новом пожарном депо в селе Волчинец партизанского муниципального округа. Мы уже открыли порядка 32 депо, вот, то есть с различными выездами, ну, то есть с машинами. Где-то по две, есть и по четыре. Ну, конечно, она здесь прикрывает и Волчинец, и Новолитовку, Душкино, и ранее только в Южноморском была федеральная часть. Сейчас мгновенное реагирование, новые автомобили, вот, как для пожаротушения, так и для перевозки людей. Это и вопросы, связанные с тушением ландшафтных пожаров, лесных пожаров. Мы не разделяем эти категории, вот, чья-то подведомственная территория или Министерство лесного хозяйства, или ГОЧС, или МЧС. Вот, работаем в едином ключе, и, безусловно, мы продолжим оснащение наших пожарных частей специализированной техникой, квадрокоптерами, вот, квадроциклами, с тем, чтобы удобнее было перемещаться современными пожарными. Пожарный модуль рассчитан на два выезда. Объект оснащен мастерской, комнатой служебной подготовки, помещением для хранения боевой одежды. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.